Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добро пожаловать в Прагу! Это «Жизнь других» Девушки отдыхают Что мы знаем про жизнь в Праге? Ну, в принципе, родился, смотришь мультфильмы про чешского крота. Вырос, ешь на обед свиную рульку, запивая пивом. Вышел на пенсию, пошел гулять на Карлов мост. Скажете, стереотипы? Да, возможно. Но для этого мы сегодня сюда и приехали, чтобы узнать, как на самом деле живут люди в Праге. Если бы я жила в Праге, я была бы прекрасной мамой, как Алицей. И с полугода тормила бы своих детей гуляшом. Или как Роман. Опустошала бы мусорные контейнеры, а потом бы шиковала в Дубае. Или как Крошка Бетти. Я бы каждый день ходила с друзьями в кафе и пила куриное пиво. Здесь с самого рождения никто в роддоме не задерживается. Родила и вперед. Воспитывайте еще одного чеха. Я попросила выписать меня уже через 5 часов после родов. Но если мамочке нужен особый уход, ее, конечно, оставят на все 3 дня. Как и положено в государственных роддомах. Чешки рожают бесплатно в государственных клиниках, потому что все покрывает страховка. В декрите молодые мамы сидят в среднем 8 месяцев и получают 70% от своей зарплаты каждый месяц. Но хорошего, как и щедро, оплачиваемого декрета понемногу. Когда мама выходит работать, малыш отправляется в ясли или на попечении няни. А в 3 года маленькие чехи идут в детский сад. Здесь это обязательно. Что такое детский сад? Ну, все знают. Это хорошее добротное здание, в котором тепло, уютно, горячая вода, электричество, много игрушек. Безопасно, правильно, чтобы дети не ударились нигде головой, углы все мягкие. А я в Праге нашла детский сад, который просто находится в юрте. Представляете, в юрте. Я не знаю, или это цирк Шапито. Короче говоря, идем посмотрим. Я такого еще не видела. Идем. Не думайте, что я привела вас к каким-то раскольникам, живущим вдали от цивилизации. Просто это лесной детский сад. Здесь дети почти все время проводят на улице. Максимальный контакт с окружающим миром и природой. Вот тут дети играют в партизан. Тут не копают клад. А тут падают с качелей. А дети, как видите, все тоже по лесному. Кстати, Министерство образования такую мутотику воспитание очень-очень поощряет. Хелен, ну слушай, это просто какой-то потрясающий детский сад, честно говоря. Я такого не видела. Но я смотрю, у вас тут и плита есть, да, и кастрюли. Вы что, творите что-то в кастрюлях? Нет, мы греем воду. Горячей воды у нас нет. Точнее, нет никакой. Да и в помещении теплее, когда кастрюли греются. Ммм, а скажи, а электричество у вас есть? Нет. Это электричество? Какая прелесть. А если потемнело? Наш сад закрывается в половину четвертого, еще до того, как стемнеет. Завтракают дети тем, что приносят из дома. А обед тут привозят уже готовый. А я, конечно, очень прошу прощения, я не вижу тут туалета. Туалет у нас на улице. Девочки ходят в деревянные кабинки, а мальчики просто под дерево. А если дождь, ветер, снег? Ну и что? Когда люди ходят в походы на природу, а они тоже так делают? Может, поэтому я не хожу в походы. Когда дети вырастут и выйдут в мир, их ждет гораздо больше опасностей, чем туалет на улице. Мы отдали с мужем сына сюда, потому что тут его научат обустраивать свой комфорт. Научат заботиться о себе и о других. Дневной сон у детей проходит на полу, в спальных мешках. А еще здесь есть коврики, предназначенные совсем не для сна. Это коврик для занятий. Это для йоги? Нет, это для массажа. А кто массирует их? Дети сами делают массаж. Сами дети себя массируют? Да, друг к дружку. Дети, переворачиваемся. Вот так, смотри. Прикладываем ладошки. Да, да, молодец, все правильно. И пальчиками аккуратно, будто дождик капает по спине. Ну вот, видите, мы все стремимся к цивилизации, к комфорту. А в центре Европы уже давно хотят обратно на природу. Не нужна им эта цивилизация, этот комфорт, это электричество. Кому это надо? Попасть в государственный детский сад в Праге, где все бесплатно, почти нереально. Очередь. Поэтому единственный выход – ходить в частный. Родителям он обходится от 10 до 15 тысяч крон. И даже в этом лесной детский сад имеет свое финансовое преимущество. В месяц родители платят 5300 крон. В общем, лесные сады в Праге сейчас очень популярны. Хотя детских садов с электричеством, отоплением и всеми благами цивилизации здесь тоже полным-полно. В 6 лет здоровый, закаленный лесным садом ребенок идет в школу. Мой любимый урок – физкультура. Я люблю, когда мы катаемся на лыжах. В рамках урока физкультуры наши ученики выезжают в Альпы, где учатся кататься на лыжах. Чехи обожают лыжи. Мы любим энергетику снега. Один день в горах заменяет неделю отдыха на море. На переменках школьники постарше повторяют домашние задания, а те, кто помладше, гоняют мяч прямо в коридорах. И, конечно, все ждут большого перерыва, чтобы вкусно пообедать. В школьной столовой есть меню, и ученик может выбрать то, что любит. Вот, видите, для того, чтобы заказать себе еду, дети прикладывают специальный чип, на который родители кладут деньги. Заказала себе спагетти с подливкой на завтра. С базиликом, с помидорами и рыба. С каким-то десертом. Нормальный обед. Вот такой чип, видите, так вот прикладывают его дети, и все. Пойду отдам ребенка, а то забрала. Такой чип что-то вроде банковской карты. С него списываются деньги за каждый обед. Месяц здоровой школьной еды обходится родителям чешского ученика в 500 крон. И это единственное, за что родители платят в государственных школах. Потому что они бесплатные. В нашей школе учатся дети возрастом от 6 до 15 лет. А затем они идут в училище, гимназию или консерваторию. И только после этого поступают в университет. Но самое интересное, что чешские школьники считают одну, казалось бы, простую, непримечательную профессию самой романтичной. А почему бы и нет? Весь день на авто в ярком костюме. Чем не романтика? Вот это красота! А вы говорите, романтика, гондолеры, мусоровозка. Класс! Ой! С половины третьего утра до 12 дня Роман на ногах. На ногах и вот такой вот ступеньки. Так. У кого-то Новый год закончился. А, прям туда, да? Это что сегодня выбрасываете? Какой мусор? Это смешанные отходы. Закона о сортировке мусора в Праге нет. Но чехи очень принципиальны в этом вопросе. Чехи любят чистоту, любят свой город. Все сортируют мусор, не задумываясь. Жители выбрасывают отходы в четыре контейнера. Для пластика, стекла, бумаги и смешанных отходов. Чехи в этом плане очень дисциплинированы и уважают наш труд. Каждый день машина Романа забирает контейнер с определенным мусором. Штраф за выброшенную на улице бумажку или окурок чеху не выпишут. А вот за угол собаки в неположенном месте придется заплатить тысячу крон. Едем дальше. Так, а это вы не выбросили? Точно, забыла. Видите, видите, я вам все помогаю. А, я, да? Да. Конечно, давайте. Я, конечно, скусину и очень... Поднимаем. Вот так, легко. Куда нажать, что? Вот это красота! Опускай. А все, да. Правильно. Вы сейчас думаете, наверное, боже мой, какая ужасная, грязная и неприятно пахнущая профессия. Ничего подобного? Запаха нет вообще. Романтика, ездишь, свежий воздух, солнце светит с ветерком, а вы платите огромные деньги за американские горки. Крысы есть тут? Конечно. Давайте подальше отойдем, потому что я не люблю вот крыс, хочу вам сказать. Нет, нет, здесь нет. Есть только в старых районах. Ай, здесь я тогда поближе давайте. Давай. А ты сколько лет уже работаешь? 26 лет. Средняя зарплата в Праге составляет 33 тысячи крон, 30% из которой отчисляют на социальную страховку, а 15% идут на подоходный налог. За вычетом всех налогов Роман зарабатывает 20 тысяч крон в месяц. Тебе хватает вот этих денег на жизнь, которые ты зарабатываешь? Да, чехи очень экономные, мне хватает на жизнь. А еще я откладываю на новую машину и хочу свозить семью в отпуск. А где ты отдыхаешь? Обычно Турция или Болгария, но в этом году мы летим в Дубай. Так, подожди, мой оператор смотрю уже стоит, уже так пошатывается, хочет бросить камеру, говорит, интересная работа. Вот так мусорщик в Праге летает с семьей в Дубай. Недельный отдых обходится Роману в 60 тысяч крон. Так и не скажешь, что деньги на помойки не валяются. А пиво любишь? Нет, совсем. В смысле? Не нравится. В Праге все пьют пиво? Горькое. Ой, ты знаешь, честно сказать, я не люблю. Просто в Праге как-то все пьют, и я как-то так думаю, ой, как вкусно, как вкусно. Слушай, ну ты какой-то уникальный мусорщик не пьешь, в Дубай ездишь отдыхать, улыбаешься, красивый, тебе больничный оплачивает, чистый, понимаешь, прекрасный аромат везде на свежей музыке. Слушайте, ребята, вот это новое открытие в моей жизни. Я счастливый человек. Если было возможно что-то поменять, ты бы поменял? Ни за что. Не хочу на пенсию. Работал бы и работал. Мой новый друг, еще один счастливый человек. Я буду по миру собирать счастливых людей. Обычный мусорщик – это супергерои для школьников. Они обожают мусоровозы и мечтают быть такими, как Роман. Раньше у нас даже был аттракцион «Стань мусорщиком на день». Любой человек мог поработать с нами и покататься на мусоровозе. Но школьники растут, и в мечтах у них уже получить другую профессию – стать политологом, экономистом или кардиохирургом. И гонять не на мусоровозе, а на личном авто. В Чехии для этого есть все условия. Ведь обучение в государственных вузах здесь бесплатное. Я выбрал политологию, потому что важно разбираться в том, что происходит в современном мире. К тому же начальная зарплата в моей сфере от 30 тысяч крон. А потом можно расти и развиваться. Получить высшее образование в Чехии бесплатно могут даже иностранцы. Но для этого придется выучить чешский язык, потому что обучение в вузе на английском платное. И обойдется вам в сумму от полутора до двадцати восьми тысяч евро в год. Ну, в зависимости от специальности. Как не опустошать кошельки родителей? Очень просто. Нужно обратиться в Пражский образовательный центр, где иностранных студентов обучают чешскому языку. В Пражском образовательном центре мы помогаем абитуриентам выбрать вуз, подготовиться к вступительным экзаменам и собрать все необходимые документы для успешного поступления на бюджетной основе. За год реально выучить чешский до нужного уровня. Бесплатное образование за границей вполне достижимая мечта. Если это Чехия. Многие наши выпускники устраиваются на престижную и высокооплачиваемую работу. Например, одна наша студентка после окончания медицинского факультета занимается пересадкой искусственного сердца по уникальной методике, чем мы очень гордимся. Потому что Чехия – одна из лучших стран в проведении этой сложной операции. Выпускные экзамены в Чехии начинаются в мае. А вот выпускной бал проходит немножечко заранее – в январе. Сначала проходит официальная часть, на которой присутствуют родители и преподаватели, а потом мы идем отрываться в клуб на автопати. Как провести выпускной Анна знает, а вот сдаст ли она весной выпускные экзамены – гарантий нет. Очень часто бывает, что студенты отгуляли выпускной, а потом не сдали экзамены. Тогда их отправляют на пересдачу. Ну а пока Анна будет кружиться в танце на настоящем балу в платье принцессы, которое она взяла на прокат в салоне за 4000 крон. А могла бы снять его с какой-нибудь известной киноактрисы. У вас намечается вечеринка или Хэллоуин, и вы хотите костюм, как у графа Дракула, из фильма «Граф Дракула», то зачем вам костюм, как у графа Дракула, если вы можете взять прямо костюм, в котором снимался граф Дракула в фильме. На чешской киностудии «Барандов» сняли такие известные фильмы, как «Казино Рояль», «Миссия невыполнима», «Тристан и Изольда», «Омен», «Хроники Нарни», «Амадей» и многие-многие другие киношедевры. Все наряды с фильмов до сих пор висят в костюмерной. А любой желающий может прийти и взять на прокат один из наших костюмов. В среднем это будет стоить 2000 крон, что дешевле, чем взять похожее платье, например, в салоне. А еще местные костюмеры помогают подогнать наряд по фигуре, так что статус короля или королевы вечеринки обеспечен. Самый дорогой наш экземпляр – это плащ из фильма «Хроники Нарнии» с мехом и металлической нитью. Он стоит 1 миллион крон. Его тоже можно взять в аренду, но тогда придется оставить залог, равный его стоимости – 1 миллион крон. Чешский Голливуд, так еще называют барантов, полезен чехам не только тем, что направо и налево раздает звездные наряды. Если вы снимаете фильм, и он стоит 10 миллионов долларов, приезжайте в Прагу, и он вам будет стоить 8 миллионов долларов. Красота! Ой, как я люблю экономить деньги! Иностранные компании приезжают снимать кино в Чехию, потому что по нашему законодательству весь вложенный в их фильм бюджет вернется кэшбэком в размере 20%. Мы обожаем этот закон. Это отличная реклама для страны. Если Том Круз снимает майку на Карловом мосту, значит, что к нам приедут тысячи туристов. Туристы, которые появились на Тома Круза, с радостью оставляют свои деньги в чешских отелях и ресторанах. А еще на съемки мировых шедевров привлекают местных гримеров, костюмеров, осветителей, реквизиторов. А это, извините, дополнительные рабочие места, что тоже чехам очень-очень выгодно. То, что у чехов работы много, мы уже выяснили. Теперь узнаем, как они отдыхают. На выходные многие чехи едут на дачу. Вы скажете, ну и что-то такого. Мы сейчас тоже на даче. Да, собственно, и ничего. Просто давайте посмотрим, что такое чешская дача. Чем они там занимаются. Что они там делают. Ай, ну, по крайней мере, скользко. Ну, сейчас узнаем. На даче у чехов вы не увидите теплиц, грядок и рассаду помидоров на подоконнике. Здесь на дачах не работают граблями и лопатами, а отдыхают с пивом и закусками. Мы любим охотиться и пить пиво. Много пива. У моего соседа собственная пивоварня, поэтому любимого напитка у нас всегда в достатке. Вот это очень по-чешски. Чтобы не покупать пиво, можно производить его самому. Эта пивоварня официально зарегистрирована как самая маленькая в мире. Чехи пьют много пива. Пьяный чех – это веселый чех. А веселый чех всегда ищет романтических приключений с красивой девушкой. Лучшая закуска к пиву – это кнедлики, свинина и квашеная капуста. Мы обожаем чешскую национальную кухню. Чешские национальные блюда здесь действительно любят все и всегда. И 60-летний Юзеф в своем доме, и годовалый Миха в самом центре Праги. О, Алиция, привет! Привет! Боже мой, какой... Смотри, ты одет прямо как я. Ты видишь, матрос. О, а это вы муж? Нет, я друг семьи. Глава семейства на работе. В квартире Алиция – 170 квадратных метров. Два этажа и терраса. Живут тут она с мужем, трое детей и собакам. Купить такую квартиру для большой семьи в центре Праги можно за 10 миллионов крон. Коммуналка будет 7 тысяч крон ежемесячно. В среднем цена на собственное жилье в Праге варьируется от 2 до 37 миллионов крон в зависимости от престижа района. Любой каприз, как говорится. Скажи мне, в один год ребенка кормят гуляшом здесь, в Праге? Мы начинаем давать детям гуляш, как только им исполнится 6 месяцев. Полгода. Как только вылез первый зуб. Мне нравится, какой у тебя друг активный, все знат. А у тебя есть дети? Нет. А, нет, он все знает. Я здесь как нянька. А как ты готовишь гуляш для годовалого ребенка? Это не тот гуляш, который с перцем и чесноком. Мы кормим детей более легкой версией. Здесь просто свинина с томатной пастой. Откуда ты все это знаешь? Я не могу понять. Пришел друг семьи, который не имеет детей и все знает. Слушай, это всем бы таких друзей. Вот это я понимаю. А пиво даете? Я уже не знаю. Ну, конечно. Вместо грудного молока даем. Не, ну такой стереотип, что тут все пьют пиво. Вот поэтому я уже и спрашиваю. Одно пиво, пожалуйста. Одно пиво. Кроме местной кухни и достопримечательностей Прага славятся своими трамваями. Удобная развязка, точность прибытия до секунды и то, что здесь трамваи ходят даже ночью, сделали этот вид транспорта символом города. На маршруте каждого такого символа работает не только водитель, но и контролер. Тот самый, который ловит безбилетников. А часто едут люди без билетов? На самом деле нет. Сейчас очень трудно ездить без билета, потому что они продаются в Праге везде. На остановках, метро, в сигаретных ларьках. Есть электронные билеты, которые можно купить, просто отправив СМС. Если же непутевый пассажир все-таки попался на безбилетном проезде, его ждет штраф в 1000 крон по протоколу или 800 крон, если оплатить его на месте сразу. Ну а если вот, например, человек не хочет платить штраф или у него нет денег, ну я не знаю, он говорит, я не буду платить штраф и все. Ну вот бывают такие случаи. Тогда мы вызываем полицию. Сейчас в трамваях есть камеры наблюдения. Это очень помогает доказать вину того, кто едет зайцем. Прага занимает шестое место в рейтинге самых безопасных городов Европы. Мы не боимся гулять ночью. И да, на трамваях ездить тоже не страшно. А вообще сложно стать контролером? Надо где-то учиться или нужно какой-то стаж иметь? Или может любой человек стать контролером? Нужно иметь среднее образование, быть психически уравновешенным и знать хотя бы один международный язык. Серьезно, а какой вы знаете? Я говорю по-русски, я говорю по-русски, я говорю по-русски. Вот так. Оказывается, чтобы быть контролером, нужно быть полиглотом. А я вот когда заходила в трамвай, я видела, что с собаками можно, а с едой нельзя. Если человек с едой, штрафуете его или нет? Того, кто зашел в трамвай поесть, мы сначала просто предупреждаем. Если это не работает, тогда идем на крайние меры и выписываем штраф. Человеку в трамвае есть нельзя. Но если бы в нем ела собака, ни один контролер бы слова не сказал. Собакам в Праге везде зеленый свет, потому что чехи просто сумасшедшие собачники. Здесь есть кафе, в который не человек может прийти со своей собакой, а собака может пожаловать со своим человеком. Говорят, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Конечно, где угодно, но только не в Праге. Добро пожаловать в кондитерскую для собак. Ну что, пришло время изучить ассортимент. Ассортимент. Это что у вас такое? Это печенье, да? Это шпинат. А это шоколад? Нет, говядина. Подождите, это говядина? Да, с брусникой. С брусникой говядина. А можно я попробовать? Можете, но это очень твердо. У меня есть зубы? Боже мой, мои бы собаки сошли с ума. Подождите, а это что такое? Это пиво для собак. Пиво для собак? Да. Без алкоголя? Это куриное, а это говяжье. Да вы что? Вот это у вас с собаками живется. А для людей есть что-нибудь? Сладкие маффины. А для людей вещь какая-то примитивная. Стоят маффины коричневые и белые. Могу еще кофе предложить. Для людей. Для собак нет кофе? Нет. Господи, слава богу, то я уже испугалась. У каждой второй семьи в Чехии есть собака. Всего в Праге зарегистрировано почти 83 тысячи лучших друзей человека. И за каждую собаку здесь положен сбор от 600 до 1500 крон в год. На выходных мы часто ходим с нашим Йорком в собачью кондитерскую. Там всегда много собак. Они много играют. А я снимаю видео на телефон. Всем весело. Выпечка для собак здесь авторская. Все рецепты уникальны. И придуманы хозяйкой кафе. 100 граммов лакомого печенья с уткой, рыбой или свеклой обойдутся хозяину в 50 крон. Ну и 50 крон за кофе для человека. У меня бостонский интерьер. И он обожает кексы с рыбой. У настоящего Чеха все вечера расписаны. Сегодня любимую в кафе приглашаешь, а завтра собаку. Причем плачешь и в том, и в другом случае ты. Ой, ребят, ну все, смотри, у нас сегодня вечеринка. Рыба с пивом. Никто не хочет. Все наелись. Ну что, один ты остался. Какое пиво хочешь? Смотри. На, запей, запей. Ты сейчас подавишься. Смотри, смотри. Мишечка, познай тебя. Кость, чтобы вы были живы-здоровы. С вами, ребята, честно говоря, хуже, чем... С пьяными мужиками. Ой, с маленькими детьми. Уходи, уходи. Те говорят, сейчас будешь платить за всех. Уходи. Ну ладно, хорошо. Тогда на двоих заплатим. Два рыбных маффина с пивом обошлись в 300 крон. По цене получилось, как ужин на одну персону в человеческом кафе. Чехи обожают есть за ведениях и не лишают этого удовольствия своих питомцев. Человек и собака в Чехии настолько близки, что почти все, что мы делаем в повседневной жизни, мы делаем это со своим питомцем. Мы делим собакой свои невзгоды и радости, берем ее с собой на работу, болеем с ней. Когда собачий век подходит к концу, питомцев провожают с уважением и почетом. Домашних животных здесь кремируют. Для чехов это естественная процедура. Для чехов домашние животные – это члены их семьи, с которыми прощаться нужно достойно. В ритуальной комнате проходит прощание с домашними животными, где хозяин в последний раз может побыть один на один со своим хвостатым другом. После кремации хозяин забирает урну или помещает прах в медальон. Стоимость ритуальной процедуры зависит от веса животного, но в среднем она обходится в 4000 крон. Такой уход домашнего питомца помогает хозяевам пережить боль и принять то, что век домашних животных короче нашего. Жить в Праге хорошо хотя бы потому, что можно наслаждаться королевскими видами города. Но если вы приехали как турист, организация отдыха возьмет на себя пражский информационно-туристический центр Туринфо. Билеты и отели забронируют, экскурсии организуют, машину подадут. Туринфо обеспечивает увлекательное путешествие не только по Праге, но и по всей Чехии и Европе. Выбрать и купить все возможно онлайн, то есть еще до отпуска. И что очень важно, в поездке с вами будут на связи все 24 часа 7 дней в неделю. Ищите ссылку в описании. Вы знаете, что я очень люблю ходить в гости по домам и смотреть, как живут люди. И сейчас мы с вами пойдем в типичный чешский дом и посмотрим, как же они там все живут. О господи, боже мой, начинается. И уже интересно. Уже говорят, это мне много. Типичный чешский дом. Ага, ну, комната 170 метров, картины с портретами красивых мужчин, деревянный стол, ковры ручной работы. Вон там, я смотрю, расширные подушки. Люстра, люстра вот муранское, стекло нет, отсюда не видно. В принципе, все как будто в нормальном красивом доме, то есть ничего особенного. Вот, это библиотека, видите? Пришел, почитал. Ой, как интересно, а где же столовая? Столовая-то? Идем, идем. А, вот, что я вам говорила, а вы мне не верили. Иди сюда. Большая дружная семья соберется скоро за обеденным столом. Видите, уже стол накрыли. Свет. Хорошо уже, видите? Сигнализация включилась. А все знаете почему? Потому что квартирка квартиркой, а все же непростая. Музей. Хозяин этого замка из знатного рода штенбергов. Из поколения в поколение представители рода передавали свои владения. Пока с появлением в Чехословакии их имущество не стало государственной собственностью. В 90-е годы в Чехии начал действовать закон о возврате аристократам когда-то конфискованного имущества. Этот процесс называется реституцией. Теперь в возвращенных замках в Чехии княжеского рода не просто живут, но и делают из них музей. Ведь кошельки туристов нужны для того, чтобы содержать эти дворцы. Например, замок пана Штенберга обходится ему в сумму 5 миллионов крон в год. А теперь я зайду туда, куда не заходила нога туриста. К хозяину этого замка. Идем. Ой. Здравствуйте. Добрый день. Боже мой, конечно, у вас просто великолепный, шикарный дом. Предок пана Штенберга Сдеслоп построил это родовое имение аж в 13 веке. Через много столетий в 1949 году замок отобрали. И только в 90-е годы его удалось вернуть. Когда вас забрали замок, чем вы занимались, куда вы поехали, где вы жили? Чтобы выжить, я пошел в армию. Но через два года меня признали политически ненадежным. Я долго не мог найти работу. Потом устроился простым рабочим в театр, а после пражской весны уехал в Австрию, где работал на заводе. В 80-е годы я вернулся и уже тогда начал заниматься реституцией. Возврат имущества по реституции очень сложный и длительный процесс. Он занимает от двух до десяти лет. Не имея исторических книг и летописей, очень сложно доказать, что земли и дворцы когда-то были твоими. Нашей семье очень повезло. Когда мы лишились замка, из него сделали музей. Поэтому все наши вещи сохранились как экспонаты. Сейчас в огромном замке площадью 5500 квадратных метров живут пан Штенберг с женой, семья, которая о них заботится, и 10 работников музея. Вообще, вы знаете, сколько у вас тут комнат в вашем замке? Никогда не считал. 30 или 40. То есть вы теперь владелец своего же замка и ваши дети наследники. А дети, если ваши вдруг захотят продать его, этот замок, они могут это сделать? Могут, если я напишу дарственную или оставлю замок в наследство. Но им совесть не позволит его продать. Ведь замок – это наше прошлое. В этих стенах вся наша история, наши корни, наша сила. Как бы сложно ни было содержать такой огромный замок, и какие бы миллионы за него ни предлагали, настоящий чек всегда останется верен своему прошлому. Семейные реликвии и его род превыше всего. После замка в Праге можно заскочить в гости к бездомному. Да-да, сходить домой к тому, у кого дома нет. И радушный прием тут будет не хуже, чем во дворце. Ватслав, привет! Здравствуйте! Смотри, у тебя тут лесенка, он все подготовил, да? Да, спускайся. То есть ты хочешь, я перелезла? Это к тебе все гости приходят сюда? Ну да, по ступенькам. Вот так вот, да? Ставь ногу. Ой, мамочка, Господи! Руку, руку дай, Господи! Я, честно сказать, так домой еще никому не заходила. Так, ну что, показывай. Холодно же как-то. Я тепло одет. Так я смотрю, куртка хорошая, слушай, теплая. Свитер шестяной. И свитер, слушай, ну слава Богу. Я уже привык ко всякой погоде. Одиннадцать лет я на улице. Одиннадцатый год? А как так получилось, что ты оказался на улице? Почему? Я оказался здесь из-за жены. А что с ней? Она тебя выгнала или что? Мы развелись. Ты развелся с ней? Она со мной развелась. Она развелась, все забрала и тебя? Я раньше хорошо зарабатывал, а когда начались проблемы с бизнесом, то переписал имущество на свою жену. После этого она ушла, забрав абсолютно все. А ты мне скажи, ну а ты не пробовала потом устроиться на работу? Ну как это так, одиннадцать лет жить на улице? Ну это же нельзя. Так я работаю, собираю бутылки, подметаю улицы, сдаю макулатуру. Ой, секунду, надо на сообщение ответить. Что? Так, я ничего не понимаю. Ты живешь на улице, у тебя телефон, как у моего режиссера. Подожди, а ты мне скажи, ну а полиция к тебе не приходит? Полиция тебя не выгоняет отсюда? Нет, никаких проблем с полицией. По нашему законодательству ты можешь жить на улице, если только не нарушаешь общественный порядок. Я даже знаком с мэром. А как мэр города относится к тому, что человек живет на улице? Три раза мне предлагали квартиру. Я всегда отказывался в пользу других. Боже мой, какой ты человек с большим сердцем. А, Вацлав, а скажи мне, а где ты моешься? У благотворительной организации, которая помогает бездомным, есть душевые. Я хожу туда через день. А в туалет тоже к ним ходишь? Нет, здесь рядом общественный туалет. Ну объясни мне только одну вещь, когда идет дождь. Что ты делаешь? Где ты спишь? Где ты прячешься от него? А, так у тебя тут такая детская халавутка. Откуда у тебя подушки, одеяло мэр принес? Это все от благотворительных организаций. А, одеял у тебя столько здесь, конечно. А чисто у тебя откуда? Как ты стираешь это? У меня просто много пододеяльников. Я их не стираю. Просто выбрасываю старый и беру новый. Да ты что? Грязная. Я выброшу из-за стиля новый. Молодец. То есть ты тут не мерзнешь, не голодаешь. Вот это красота. Романтика, не побоюсь этого слова. Ничего себе бездомные живут в Праге. Кто из нас может позволить себе не стирать постельное белье, а просто его выбрасывать? Потому что новое вообще не проблема. А скажи, пожалуйста, сколько денег в месяц ты тратишь, чтобы вот жить вот так, с выбрасыванием пододеяльника? 15 тысяч крон. Ты шутишь? Так ты бы мог бы снимать какую-то квартирку небольшую. Зачем? Я тут как на даче, на свежем воздухе. За коммуналку не плачу. А сплю так же хорошо, как и вы в своих тёплых постелях. Понимаешь? Самое главное то, что я свободен. Я сам по себе. Самую простую однокомнатную квартиру на окраине Праги можно снять за 12 тысяч крон. Ближе к центру цена увеличится до 25 тысяч. А скажи мне, а я вот видела у тебя там женщину, это твоя подруга или кто жена, или кто дочь? Нет, я работаю экскурсоводом благотворительной организации, которая мне помогает. А это туристка. Это, подожди, это турист? Да. Ты шутишь? Чтобы помочь тем, кто живёт на улице, мы продаём специальные сертификаты. Стань бездомным на сутки. Мы выдаём туристу уличную одежду, кнопочный телефон и 20 крон. И даём учителя бездомного с опытом. Так наш клиент должен продержаться 24 часа на улице. А кем ты работаешь? Я менеджер. Менеджер? Подожди, то есть ты сама пришла? Нет, этот сертификат мне подарили коллеги на работе. Так завтра приедешь на работу, думаешь, да? Думаешь, ждут тебя они ещё? Кто-то идёт на этот опыт просто ради приключений, кто-то для того, чтобы понять, как живут люди в таких условиях. А кому-то нужно просто перезагрузиться, чтобы снова начать ценить то, что имеешь. А что ты вот делала? Пришла, и что вот ты делаешь целый день? Сходили к колодцу за водой, попили кофе. Потом собирали пивные бутылки и сдавали их. Кстати, за каждую дают по три кроны. А ещё стояли в очереди за бесплатными обедами. Ну что ж, наличие образования не избавит вас от жизни под открытым небом. И есть в пражских университетах ещё один нюанс, который очень меня заинтересовал. Сейчас я иду встретиться со студенткой. Как вы думаете, где она назначила мне встречу? В университете? Нет, в общежитии нет. Конечно же, в баре за чашечкой пива. Яночка, что, сегодня нет лекций в университете? Мы учимся только по средам. Яна – первокурсница. Она учится на медицинском в Карловом университете. Это самый престижный университет Праги. В Чехии пенсионеры могут получить высшее образование. В так называемых университетах третьего возраста. Пожилой человек может выбрать любую специальность бесплатно. Отучившись два года, он станет дипломированным специалистом. То есть, два года, а потом ты получаешь диплом, и ты можешь работать? Могу быть санитаркой, сиделкой, ухаживать за лежачими больными. В Чехии женщины выходят на пенсию в 63 года, а мужчины в 65. Средняя пенсия в Праге – 12 тысяч крон. И тут как никогда веришь в то, что в таком возрасте жизнь только начинается. Все мои подружки, с которыми мы общаемся уже 40 лет, пошли учиться. Одна учится на инженера, другая изучает теологию. А как ваша семья, как ваши близкие, внуки, дети, как они относятся к тому, что их мама, бабушка – студентка? Сначала смеялись, а потом им стало страшно. Страшно? Я думаю, что они обрадовались, думают, о, свой доктор будет. Боятся, что я буду практиковаться на них. Слушайте, ну ведь это же на самом деле прекрасно, потому что, наверное, человек, когда выходит на пенсию, он же так хорошо себя знает, что четко понимает, что бы ему было интересно делать и чем заниматься. И поэтому вот эта идея идти учиться на пенсию, мне кажется, это просто великолепно. Я наконец-то могу посвятить время себе и тому, что мне нравится. Раньше ведь были заботы о семье, детях, о себе я почти не думала. Чешские пенсионеры очень активные. На пенсии мы стараемся заниматься тем же, что делали и в молодости. Я, например, до сих пор увлекаюсь фехтованием и езжу на мотоцикле. Гулять по парку и кормить птичек – это не про нас. Мне интересно, а вот есть у вас еще какая-то мечта, которую вы бы хотели воплотить, то, что вы не успели сделать в молодости? Я очень жалею, что мало путешествовала в жизни. Сейчас я не могу этого делать и по здоровью, и по деньгам. Поэтому развлекаюсь, как могу, на месте. Я мечтаю пойти на йогу и поступить еще на один факультет. Ведь лучшее время то, которое сейчас. Пенсия, мне кажется, это самое правильное время для исполнения всех своих желаний. Почему вы и нет? Главное, чтобы было здоровье. Ну все, вы уже доктор, у вас уже этой проблемы тоже не будет. Старинный город Прага настолько красив, что его жители с детства стремятся уехать в лес и хотя бы полдня провести без света и электричества. Здесь пиво варят на собственных кухнях, а гуляш едят в шести месяцев. Тут бездомный может стать граф, а обычный бездомный может обрести дом под открытым небом. Здесь не гонятся за деньгами, потому что ценят свободу. Это столица Чехии, это Прага, город счастливых людей. Один, два, три. Живя в Праге, человек сам может выбирать, жить ему в замке или ночевать под мостом, провести вечер с друзьями или пригласить в кафе собаку, гордиться тем, что всю жизнь ездишь на мусоровозе или только в 60 лет получить работу мечты. Ведь чехи такие разные. Мы любим чешское кино. Любим наряжаться. Гордимся своей кухней. Обожаем пиво. Мы уважаем чужой труд. Найдем выход из любой ситуации. Нам сложно открыться друг к другу. Чехи любят жаловаться, но все равно мы стараемся проще относиться к жизни. И пусть у каждого из нас свой рецепт счастья, но это не мешает нам взять парочку ингредиентов из жизни других. Субтитры создавал DimaTorzok